18 января Microsoft объявила о сокращении около 10 тысяч сотрудников, которые покинут рабочие места к концу марта. Изменения в компании затронули в том числе и игровые подразделения. В особенности это коснулось студии 343 Industries. Оттуда ушли творческий руководитель Halo Infinity Джозеф Стейтен и многие разработчики, специализирующиеся на слухах по играм серии Halo Insider под ником BatRob Spartan, рассказал, к чему привели сокращение в компании. Он написал большой тред в Twitter, в котором сообщил о дальнейшем положении студии 343 Industries относительно франшизы и чем авторы Halo Infinity займутся дальше. Общее сокращение в студии составили около трети штата. Больше всего мнение затронули сотрудников, которые работали по контрактам. Как отмечает BatRob Spartan Halo Infinity, стал для игрового подразделения Microsoft настоящим финансовым провалом. Игра не смогла достичь необходимых показателей, на которые надеялось руководство компании. Финансовый провал изменил и приоритеты в разработке новых игр в серии Halo. Теперь другими проектами во франшизе займутся другие студии. 343 Industries станет координировать разработку. Авторы Halo Infinity должны следить за дальнейшим развитием вселенной. В 2023 году главным приоритетом для авторов Halo Infinity станет поддержка мультиплеера. Для шутера должны выйти новые сезоны, карты, финальная версия редактора «Кузница» «Фордж» и режим королевской битвы под названием «Проджект Татанка». Еще до ухода главы 343 Industries Bonny Rossi и студии-творческий директор Halo Infinity Джозеф Стейтен подготовил план по созданию нескольких сюжетных дополнений для шутера. Их выход планировали растянуть на несколько месяцев, чтобы раскручивать историю постепенно. От планов по выпуску сюжетных дополнений отказались сразу после увольнения нескольких ключевых разработчиков Halo Infinity. Разработчикам было тяжело создавать контент для сюжетной кампании, а студии финансово поддерживать эксперименты. Именно поэтому 343 Industries переключилась на поддержку мультиплеера. Еще с начала 2020 года 343 Industries и Xbox Publishing начали нанимать внешние студии, чтобы те занялись различными спин-оффами по серии Halo. В первую очередь это было сделано для того, чтобы оптимизировать разработку других проектов во франшизе. Инсайдер Бат Роба Спартан также добавил, что движок Sleep Space Engine, который разработали специально для производства Halo Infinity, останется доступен для всех внешних студий. Это поможет в создании других игр в серии Halo. Halo Infinity вышла в декабре 2021 года на Xbox One, Xbox Series XS и ПК. Шутер получил высокие оценки как от прессы, так и от игроков. Субтитры создавал DimaTorzok